Фильмы о пограблениях далеко не всегда получаются удачными, способными удержать зрителей у экранов с первой до последней минуты, когда на этой титуре кинематографа всегда были повышенные требования. Хороший сценарий, способность увлечь захватывающей историей, мощная операторская работа и сильная актерская игра являются главными атрибутами жанра. Именно поэтому картины, совмещающие все эти критерии, по праву считаются образцами жанрового кино, которые время от времени хочется пересматривать. Здравствуйте, вы смотрите канал Киномания 24, и сегодня мы подобрали для вас топ-10 лучших фильмов о пограблениях. Десятое место. Иллюзия обмана. Помпезно поставленная картина, повествующая о приключениях четырех талантливых фокусников, которых нанял планирующий ряд крупных афер-миллиардер. Изначально планировалось, что команда иллюзионистов станет пешками в виде дельца, но на деле все вышло не совсем так. Амбициозная идеология, собравшая в прокате более 600 миллионов долларов, и возможно в скором времени может получить продолжение. От фильма сложно оторваться, и дело не только в игре актеров, но и в нежелании упустить хотя бы один из многочисленных фокусов. Неудивительно, ведь консультантом фильмов стал известный иллюзионист Дэвид Кропперфильд. Девятое место. На гребне волны. Сюжет этого криминального боевика в чем-то похож на первый форсаж, хотя будет точнее сказать наоборот. В центре сюжета молодой выпускник Академии ФБР, подключенный к расследованию серии дерзких отраблений банды президентов. Поняв, что в перерывах между преступлениями дробители проводят время, занимаясь серфингом, герой решает внедриться в банду. Фильм во многом держится на блестящей игре Патрика Суэйзи и совсем еще молодого Киану Ривза. Первый почти все трюки выполнил самостоятельно, а второй действительно некоторое время отучился в Академии ФБР. Восьмое место. Город воров. История четверых друзей, много лет подряд вполне успешно промышлявших отраблениями. Их тщательно выстроенный и скрытый от глаз правоохранительный мир начинает рушиться после того, как один из них влюбляется. Главному герою предстоит сделать нелегкий выбор. И в любом случае проиграет именно он. Картина в очередной раз доказала, что Бен Аффлек не только хороший актер, но и прекрасный режиссер. Неторопливое тягучее развитие сюжета засасывает с головой. Игра исполнителей главных ролей отмечена критиками. Джереми Рейнер даже был номинирован на Оскар. Седьмое место. Не пойман, не вор. Закрученный детективный триллер лауреата Оскара Спайка Ли рассказывает историю напряженного противостояния грабителя банков Далтона и полицейского детектива Фрейзера. Герой вступает в схватку на фоне дерзкого и продуманного ограбления, организаторы которого не оставили полицейским ни одной зацепки. Внезапно на этой шахматной доске появляется еще один игрок, о планах которого никому ничего не известно. Блестящий сценарий и фантастическая игра Дензела Вашингтона, Клайва Уэна и Джоди Фостер обеспечили этой картине место в нашем рейтинге. Шестое место. Одиннадцать друзей Оушена. В начале века фильмы разного рода о аферистах и грабителях были на пике популярности. Не удержался от соблазна снять такое кино и прославленный Стивен Содерберг, сделавший ремейт старого хита с Фрэнком Синатрой и героями прошлого. Звездный актерский состав во главе с Джорджем Клуни и Брэдом Питом самоорганизовывается в группировку, задумавшую ограбить одно из самых статусных казино Лас-Вегаса. В этом непростом и опасном деле пригодились таланты каждого члена банды. А зрителям приключения героев так полюбились, что позже были сняты еще два продолжения разной степени кинематографической ценности. Пятое место. Карты, деньги, два ствола. Шедевр от Гая Ричи, открывший имя этого режиссера всему миру. Заодно зажлась звезда Джейсона Стетхема, и оба талантливых британца до сих пор на коне. Сюжет повествует о приключениях четверки мелких авантюристов, волею случая задолжавших крупную сумму жестокому криминальному авторитету. Попутно ребята попадают в опасные ситуации, из которых по счастливой случайности умудряются выпутаться целыми и невредимыми. Четвертое место. Схватка. Шедевр мирового кинематографа, срежиссированной Майтлом Маном и отмеченной разнообразными наградами. История противостояния отчаянного грабителя и беспринципного детектива, готовых ради достижения собственных целей пойти на любые жертвы, вплоть до предательства и даже убийства. Сцена отрабления банка и ухода от погони признана эталонной. А то, как герой Вэлла Тилмера перезаряжает оружие во время перестрелки, до сих пор демонстрирует в качестве обучающего пособия американским морпехам. Роберт Де Ниро и Аль Пачино демонстрируют непередаваемую химию, невидимой нитью, связавшую их персонажей на экране. Фильм можно считать затянутым, но увидеть его должен каждый ценитель жанра. Впрочем, вряд ли есть киноманы, еще не знакомые с этой лентой. Третье место. Большой Куш. Черная криминальная комедия от Гая Ричи, знающего толк в живописании нелегких будней обитателей самых низов преступного мира Великобритании. Праймовый Брэд Питт, еще молодой Джейсон Стэтхэм, Бенисио Дель Торо и масса других прекрасных актеров блестяще разыграли историю о краденном алмазе, за право обладания которым боролись мелкие гангстеры и мафиози всех мастей. Итог традиционно для Ричи оказался неожиданным и впечатляющим. Второе место. Бешеные псы. Фильм, который зажжет звезду Квентина Тарантино и стал настоящим событием во время выхода на экраны, и немного позже обрел культовый статус. Ограбление ювелирного магазина шестью разными незнакомыми друг с другом преступниками обернулось провалом и настоящей бойней, не пощадившей практически никого. Картина одновременно ужасает и притягивает своей жестокостью. Некоторые сцены вошли в золотой фонд кинематографа и позже цитировались в десятках разных фильмов. Фирменные для работ Тарантино, превосходная актерская игра и шикарные диалоги в наличии. Первое место. Подозрительные лица. Включенный американским институтом кинематографа в десятку наиболее совершенных голливудских детективов, часто входит и в другие топы. А игра Кевина Спейси здесь вообще выше всяких похвал. Примечателен тем, что разгадать тайну, происходящую лайтмотивом, через весь сюжет не удается практически никому. Пятеро не очень успешных преступников сталкиваются в необычном месте и решают провернуть одно, казалось бы, не совсем сложное дело. Но довольно быстро выясняется, что они оказываются марионетками в руках опасного кукловода, настоящего преступного короля, и шансы дожить до конца повествования минимальны. Конечно, в нашу подборку не вошло немало достойных картин, которые вполне могли бы тут оказаться. Но если вы захотите увидеть вторую часть, дайте нам знать в комментариях или своим пальцем вверх. А если вы любитель почитать кино, переходите на наш портал kinomania24.ru. Там вы найдете статьи о различных фильмах, подборках и рецензии на актуальные картины. На сайте идут бурные дискуссии и обсуждения по представленным статьям. Присоединяйтесь и вы. Ссылка на наш ресурс есть в описании и в закрепленном комментарии. До скорых встреч, друзья! Киномания 24. Магия кино для тех, кто понимает.